Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 6 апреля 2020 года. По данным Всемирной организации здравоохранения за прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человека. Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах. Количество умерших после заражения коронавирусом в России составляет 53 человека. Люди, прилетающие из Москвы или Санкт-Петербурга в Томск, Красноярск, Норильск и Иркутскую область 6 апреля будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин. В России проведение анализа на COVID-19 включат в программу обязательного медицинского страхования. Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который способен определить наличие заболевания за 40 минут, включая подготовку пробы. Ситуация в других странах. Из-за введения карантинных мер в связи с коронавирусом мир столкнулся с ужасающей вспышкой домашнего насилия, заявил генсек ООН Антонио Гутириш. Некоторые женщины оказались в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению, отметил он. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализирован для проведения обследования. Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 69 514 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии, 15 887. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 69 тысяч человек. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Продолжение следует...